Продовольственная безопасность, развитие социальной инфраструктуры, работа российского консульства, экономическая обстановка в республике. Эти и многие другие вопросы президент ПМР Вадим Красносельский обсудил с главными редакторами преднестровских СМИ. В часовой беседе, диалог о главном, мир и безопасность – приоритетные вопросы сегодня. Будет мир, будет развиваться страна. На фоне газового и энергетического кризисов в ряде стран и соседней Молдове в Приднестровье стабильная тарифная политика на вызовы современности реагирует оперативно и дальновидно. Я рассматриваю все сценарии от самых сложных и катастрофичных до менее сложных и катастрофичных. И мы, конечно, готовимся к любому сценарию развития событий в Приднестровье. Готовится не только президент, готовится и правительство, и все чиновники готовятся. То есть мы должны в любом случае смягчить ситуацию, которая будет. Но в любом случае на сегодняшний день газ есть, электроэнергия есть, вода есть. По доступным ценам, прошу заметить, для населения это самое главное. В Приднестровье миролюбивое государство – этот тезис лежит в основе стратегии развития страны, республика за мирный диалог и переговоры. Молдова усиливает давление и блокаду, не пропускает лекарства. У преднестровских предприятий тоже трудности. Подписать документ о гарантиях мира и безопасности в Приднестровье – это предложение главы государства. Проект готов, его отправили участникам переговорного процесса. Уже есть положительные отзывы, говорит Вадим Красносельский. Приднестровье против нагнетания и расшатывания обстановки вокруг событий и в соседней Украине. Выносить боевые действия за пределы Украины однозначно очень опасно. А что касается Приднестровья, так это вдвойне. Почему? Потому что, если, не дай бог, пламень войны перекинется на Приднестровье, он 100% перекинется на Молдову. А там уже, естественно, союзники Молдовы, с одной стороны, и здесь Российские федерации, Семиротворческая миссия, с другой стороны, граждане России и так далее. Это уже грозит столкновение именно России и НАТО здесь, на территории Приднестровья, на территории Молдовы, что недопустимо. И здравые люди прагматично это понимают. В Приднестровье развивают все сферы жизнедеятельности государства. Социальная инфраструктура, продовольственная безопасность страны, запасы угля и дров, экология. Эти темы волновали журналистов. Важный вопрос – работа терраспольского пунктово-изновоконсульского обслуживания. Кадры для расширения штата этого подразделения российского посольства готовятся. Такой информацией поделился президент. Заботиться о родном крае, развивать туризм и создавать условия, привлекательные для приднестровцев. Это задачи развития туристической сферы, отметил президент. С каждым годом приднестровские города и села привлекают все больше зарубежных гостей. Мир и здоровье – главные пожелания президента страны для всех.